Всем, наверное, знакома такая Татьяна Черниговская. Она занимается нерволингвистикой, мозгом. Не незнакома. Что? Не незнакома. Нет, да? Крупная женщина. Ну да, да, крупный человек. То есть она, скорее всего, известна в большей степени как популяризатор и постановщик проблем, касающихся нервофизиологии, нерволингвистики, мозга. И ни одно из ее выступлений не обходится без фразы про то, что вот последние все исследования, начатые с опытов Либита, сейчас напомню, что это такое, что мозг наш действует сам по себе, самостоятельно, а наше сознание так только транслирует что-то. Это давнишняя такая еще философско-материалистическая трактовка, что вот у нас нейроны там работают, а сознание только феномен и только вот отражает. Но здесь провели опыты, конкретно напомню, значит, что сажают человека перед компьютером, перед экраном, на экране бегут цифры, постоянный счет, и его просят, вот кнопка, вы нажимаете на эту кнопку тогда, когда захотите. Вот как решите, что нажать, вы нажимаете на эту кнопку и смотрите на число, записываете какое число. Вот вы видели в этот момент. Ну, при проведении эксперимента оказывалось, что реакция мозга нейронов была за доли секунды, там, кажется, за 400 миллисекунд раньше, чем человек принимал решение. То есть человек вот при... То есть уже аппаратура сработала, что он сейчас нажмет, а человек после этого только нажимает на кнопку и говорит, вот какое число. Последние эксперименты, которые проводились, то показывают уже до нескольких минут. То есть человек сажает, нажмешь на эту кнопку или на эту, и вот могут определить с какой-то, ну не стопроцентной вероятностью, но с какой-то вероятностью, что мозг принимает решение, какая будет кнопка нажата, за несколько минут до того, как человек сам соображает. Так как можно мозг и человек... Так определяется. Нет, объясняю еще раз. Стоит аппаратура, которая фиксирует. МРТ или там какие-то датчики, любая аппаратура, современная аппаратура. Вот. И аппаратура фиксирует вот в нормальном состоянии, когда человек нажимает на кнопку, срабатывает, лишь принимает решение нажать на кнопку, срабатывают такие-то нейроны. Вот они срабатывают. И, скажем, если я нахожусь вот в этой комнате, человек сидит в той комнате, у меня только датчики этих нейронов, и я скажу, о, он нажал кнопку. О, сейчас нажмет кнопку. Там картина не такая, что вот всплеск, а сначала идет, нейроны чуть-чуть реагируют, 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 доходят до комнатного насыщения, и идет срабатывание. То есть нейроны их фиксируют. Все понятно, просто чтобы сказать на самом деле, что... А человек, человек принимает сам для себя, он не думает... Как человека можно отделить от нейроны? Какие идеи? Я объясняю. Есть труд... Я первое событие сказал, да? Первое событие, которое фиксируется чисто аппаратно. Теперь второе событие. Человек принимает решение. Вот я вот сейчас сижу и думаю, что вот мне сейчас нужно стукнуть по столу. Я вот не думаю, вот я стукнул по столу. Это событие, которое можно сейчас зафиксировать четко, зафиксировать, что вот я стукнул по столу ровно в такие-то доли секунды. Это событие, да? Так вот, если сравнивать событие, когда я принял решение, что я вот сейчас стукну по столу, и даже так вот, я стукну по кресту или по столу, я решаю, почему... Так вот, тот человек, который сидит на аппаратуре, определит раньше, почему я стукну. То есть мой мозг... Не почему, а когда. Что? Не почему, а когда. Почему он определит? То есть... Ну, посмотрите, как бы вы стукаете руками там, а мозг, например, электроинкульсно передает. Ну, естественно, есть задержка того, как рука там будет стукать. Нет. Если бы была задержка, тогда так. Я, то есть, как бы была... Я принимаю решение стукнуть, мозг срабатывает, а потом идет рука. То есть мозг срабатывает раньше, чем я осознаю, что я принимаю решение. Нет, просто разница тут вот поймите. Вся фишка, мне кажется, состоит в том, как бы, пока, как бы, я так, предварительно гипотезу делаю, что различили я и нейрон. Ну, два события. Нет, Влад, здесь не об онтологии идет речь, не об устройстве, ничего. Вот есть два события. Нет, просто то, когда там что-то у меня сработало в нейронах, это и есть я. Нет. Но вот я об этом говорю. Почему нет? Как вы ощущили я и какой-то нейронный сеть? Нет. Событие нейронное есть, и событие мое сознательное. Событие нейронное, это и есть мое событие. Своё сознание вы как фиксируете? Как сознание фиксирует? Фиксирует. Вот я фиксирую тот момент, когда я принял решение нажать кнопку. Ну, это как вы фиксируете? Вот цифры. Изначально у него было так, бегут цифры по экрану, по экрану. И человек запоминает ту цифру в момент, в который он нажал. Ну, в речи Александра я привязан к его сознанию. А подсознание к я не относится. То есть подсознание уже решение приняло и дает команду. А потом она... Нет, мы... Да нет, на самом деле... Вы не поняли, что примерно так происходит? Мы просто не поняли, как экспериментально проверяется. Ну, экспериментально проверяется. Я не так вопрос ставлю. Я вообще ставлю, что различить на самом деле я, который сознает, и какие-то принятия решений нейронов нельзя. Можно. Можно. Дело в том, что есть осознанное решение. Вот если вы говорите, что нельзя, то тогда действительно человек не отвечает за свои поступки. Можно, когда я решаю, это просто на нейронном уровне. Это как бы нейроны там... Нет, вот как раз... Именно в том-то и... Подождите, подождите. Нет, в том-то и загадочная. Что нейроны уже сработали. Насознание и не самознание. Но ты причем самознание? Потому что если я отдаю себе отчет, что я принял решение, и принимать решение это разные события. Вот принятие решения, принятие решения, это отдельное решение. Нейроны сработали раньше, чем вы приняли решение. Идет цифра. Человек его цифру запоминает. Цифра фиксируется в времени. Событие. Я в этот момент... Цифра, когда проходит. Это есть фиксация принятия решения. Вот я принял решение в этот момент. Не раньше я принял решение. Я увидел цифру 7. Еще раз говорю. Момент принятия решения это и есть момент сознания своего решения. Да, 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 все. Мы осознавали своего решения и принятия решения в разные моменты. Как принял решение, и сознавали. Момент принятия решения. Момент принятия решения это и есть нейронные, когда обрушились. То есть значит, что... Сознание, оно материальное или нет, по-вашему? Нет, конечно. А какое оно? Это вообще не вопрос. Нейроны сработали, а здесь не буду с сознанием. Причем с сознанием? Вы правильно заметили, что принятие решения и осознание принятия решения немножко разные вещи действительно. Но это другие имена тому, что... Нет. Не другие. Нет, нет, нет. Разница есть. То есть, принятие... Сначала я принял решение, потом его сознал. Было, давай. Принятие и решение — это сознательный акт? Нет. Нет? Ну тогда нет, тогда все. Тогда было... Снимай, продолжай, разговор. Я объясню. В каком смысле несознательный акт? Есть как бы два сознания. Есть сознание в смысле отдавания себе отчета. В смысле отчета — это несознательный акт. И второе осознание, когда зафиксировал, то есть как бы вот я принял решение, то что называется как-то где-то зафиксировал. То есть получается, что когда я говорю, я принял решение, в такую-то минуту, вы у меня должны переспросить, вы осознали или ваши нейроны? Нет, когда вы приняли решение, вы уже проехали момент самого решения. Сначала было решение, потом вы его осознали. Влад, 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 подожди. Кто принял решение изначальное, которое не осознало? Я и принял. Ну как же, вы же не осознали это еще. Потом его осознал. Как может? Влад, ну что-то очень странное вы говорите. Это же настолько нормальное. Дело в том, что... Просто в второе сознание есть как бы уровень самосознания. А, как это делать? Двух сознаний нет. Двух сознаний нет, просто есть сознание и самосознание. Нет, сознание одно. Сознание одно, но просто есть сознание и самосознание. Просто самосознание. Когда я даю счет, я самосознаю. Вот, Влад, я объясняю еще раз. Вот перед вами две кнопки. Вы должны принять решение нажать на эту кнопку или на эту кнопку. Вы еще не приняли решение. Кто не принял решение? Кто вот это я не принял решение? Ваше сознательное я не принял решение. Когда она скажет я принял решение, это будет событие. А вы не скажете ничего? Нет, вы скажете. Описание задачи у вас несколько некорректно. Абсолютно корректно. На каком-то описании остановимся и все. Абсолютно корректно. Абсолютно корректное описание. Непростой на самом деле. Абсолютно корректно. Давайте я закончу. Вот вы приняли решение, это событие, называйте его как хотите, голосом вы это, кто принял решение, но есть событие принятия решения, да? Да. Есть событие принятия решения. Вы можете сказать, что я принял решение, вот в данный момент конкретно, ну пускай у вас на речевое какое-то затрата пойдет времени, там задержка пока вы, но вы сказали, я принимаю. Сознательная задержка пойдет. Хорошо, да, да. Так вот, вы сказали, я принял решение, да? Да. Так вот, запись, нейронная запись вашего события, ваших в мозге, будет предшествовать несколько минут до того, как вы это скажете. Ну да, посылается импульс на срабатывание. Кто посылает импульс? Кто посылает импульс? Голова, мозг, тот же самый. Нет, давайте вы дальше продолжайте вашу мысль, потому что тогда скажите так, что вот поставили слева датчик один, на левую руку, справа, на правую руку. Нет, вот смотрите, вот едет автомобилист, да, впереди возникает вдруг неожиданный объект. Он нажимает на тормоза, да? Есть задержка на самом деле. Это не вопрос на задержке. И вот я увидел, и пока импульс дойдет до ног, есть какая-то задержка, сколько-то секунд. Влад, это другая проблема, абсолютно. Я просто, это другая проблема. Здесь та же самая реакция. Александр, если вы не понимаете, то поболтите, послушайте. Я же тут не понимаю. Здесь также есть некого рода реакция. Вам задана задача, что-то такое происходит. Вы когда на эту задачу реагируете, вы точно так же у вас задержка происходит. Значит, было некое событие, которое пускает. Было событие, которое запускает. Есть событие, которое запускает. Она сначала... Все, ответили на этот вопрос. Теперь, какое событие является запускающим при непринятии решения? Внешнего ничего нет. Вот вы сидите, и вы внутренне про себя принимаете решение, что я запускаю, я нажимаю кнопку. Сейчас, в чем вопрос? Булат привел пример, что есть задержка в внешнем какое-то событии, запускает что-то. Я спрашиваю, что запускает? Какое событие в данном случае является пусковым? Ну, почему он должен быть внешним? Не, ну, понимаете, решение этого внутреннее. Он привел пример с машины. Это внешнее было. Мне просто проблема, мне кажется, в чем состоит. Есть два разных уровня. Уровень сознания и уровень материальный. Да, да, да. И они не согласованы. Они не на одном уровне. Да. И поэтому между ними есть задержка. Если бы они были отвергнуты на одном уровне. Булат, по логике, нормальной человеческой логики, материалистической, должно было так. Я принимаю решение, дальше идет нейронная задержка, и после этого идет действие. То есть есть некое пусковое событие, задержка и действие. Еще раз говорю, если бы наше Я было в той антологии, что оно является причиной. То есть оно является запускающей причиной. Оно не является запускающей причиной. А, ну вот, значит, свободы воли нету. Нет, стоп, стоп, стоп. Оно является причиной запускающей, но это не значит, что оно решает. Оно не решает. Оно решает на самом деле. Ну как же оно может решить раньше, чем... Я могу объяснить позже. Это может быть позже, чем произошло событие. Это надо механизм Я объяснить. Что такое Я? Я это не причина, которая запускает, а я это причина, которая либо останавливает, либо оставляет процесс. То есть она как бы может... Я только... Как управляющая машина едет, понимаете, она только может рулем управлять. То есть иначе говоря, я только контролирую ситуацию, но она не является причиной запускающей. В этой антологии на самом деле есть никакие вещи. Все правильно. Поэтому уже процесс уже есть. Все правильно. Только я решаю этот процесс или другой. Есть два процесса. Выбрать одно или другое. Или так, из десяти. Процесс уже запущен. И она только в какой-то момент точки говорит, разрешает ему пропадить. И либо полностью его блокирует. Ну вот один из вариантов. Но здесь не нужно говорить, что я принял решение. Я принял решение. Потому что я полностью могу блокировать и вообще ничего не делать. Вот понимаете? Все такие обновегаются простым способом. А этот сидит человек... Вы поберете момент, когда вы захотите. Сирок сидит и ничего не делает. Не делает неделю, десять. Всю жизнь не делает и умер. Это и означает, что на самом деле он принимает решение. Понимаете? Влад, вы приняли решение нажать одну из двух кнопок. Еще раз говорю. Смотрите. Влад, вы приняли решение нажать одну из двух кнопок. Так, да. Да. Но какую вы нажмете, это уже знал экспериментатор за несколько минут. За несколько минут? За несколько минут. Нет, ну это просто так устроено мое сознание, что когда до меня дойдет... Это было с начальника, а с последней даже за несколько минут. Понимаете, это похоже на то, на самом деле, что если бы я ехал на машине и нажимал тормоза, как бы у меня проходить через мургин, а у кого-то был бы на самом деле какой-нибудь скоростной, как бы этот, и он мог бы покадрово увидеть, покадрово, как происходит этот процесс. Влад, это другая проблема. Когда есть внешние события, это другая проблема. Здесь нет внешней проблемы. Нет, ну человек, мне подключили как бы высокоскоростной прибор, который быстрее, чем способ, каким я осознаю свой же процесс, как бы происходит, и он, конечно, раньше видит мой же процесс. Это то, что за несколько минут было бы интересно, конечно. За несколько минут. Сейчас последние эксперименты показывают, что мозг принимает решение за несколько минут до того, как я... Влад, давайте так, во-первых, есть некоторая проблема, которая сейчас обсуждается в мире. Она обсуждается. Обсуждается активно нейрофизиологами, философами и всем прочим. То есть я ее озвучил. То, что мы ее можем сейчас решить и объяснить, это другой вопрос. Вы говорите, что проблемы нет. Проблема есть. Проблема есть в том, что мозг принимает решение на нейронном уровне раньше, чем мы осознаем, чем мы принимаем это решение на сознательном уровне. То есть получается, что... Чем мы это фиксируем из себя. Чем мы принимаем решение. Скажем так, мозг говорит так, что мозг за нас принимает решение, потом говорит, а вот теперь ты прими решение. То есть он уже принял решение, нам подсказывает, как будто он дает нам только видимость, что мы принимаем решение. Мы думаем, что мы принимаем решение. Есть такой опыт интересный. Человек научился ловить стрелу, которую он просто даже не видел. То есть он как бы на самом деле в него стреляет, он просто ловит каким-то образом. На самом деле посчитали, никаким образом он никак высчитать не мог, и он никак ничего не может сделать, ничего заметного не может сделать. Это еще одна проблема. Это означает, что на самом деле решение принимает он. Понимаете? То есть если человек сознательно стоит, может поймать стрелу, которую никаким способом не нельзя. Именно вот так и обсуждают, только не так экспрессивно, но спокойно. Обсуждают именно это, что если есть такая задержка, то тогда теннисист не может играть. Потому что скорость мяча настолько высока, и поэтому говорят так, что есть действительно мозг, срабатывает гораздо быстрее, чем мы принимаем решение. Но именно здесь вопрос ставится так, что либо мы должны отказаться вообще от понятия свободы и боли. Мозг сам все там принимает, а нам только сообщает результат. Мозг это и есть мы. Нет. Мозг это не мы. Ты ощущаешь свой мозг? Работа нейронов ты ощущаешь? Нет. Это реально. Это реально. Сейчас мы говорим не о реализации, потому что эту реализацию не знают даже нейрофизиологи. Как это происходит? Это неизвестно. Сейчас мы говорим о том, что есть рассогласование между осознанием нашим и работой. Ну, скажем, вот мы привыкли, что мы сидим за компьютером, нажимаем на кнопку, на экране что-то произошло. Нажимаем на кнопку, что-то произошло. А получается так, что он за нас там играет, без нас играет, водит этих игроков, да, компьютер. А только предлагает нам нажать на какие-то клавиши, чтобы мы ощущали, как будто мы этим управляем. Почему я у вас сразу только сознательное? То есть то осознательное, которое самосознательное. Потому что все, которое осознание вы говорите, это не сознание, это самосознание. Оно, конечно, тормознутое. Самого себя осознать, мы сколько в течение дня было? Самого себя осознаем. Нет. Сознание, оно и самосознание. И вот теперь переходим к другой проблеме. Человека привели в суд. и говорят, вот ты. А он говорит, а что это я? Вот последнее исследование. Мозг принял решение. А я как бы сообщил мне, что он сделает вот то-то. Я здесь ни при чем. Ну что, взять мозг. Ну действительно, можно наказать мозг и сказать этому подсудимому. Дорогой, если ты свободен с твоего мозга, гуляй. А если ты раб своего мозга, и он говорит, ну иди за ним, посиди. Александр, я считаю, это философский шизофрения отличать себя от мозга. Это все равно, что отличать себя от тела. Ну и нога не моя, типа, отпилить и ногу, заберите. Ну она, конечно, не я. Вот как раз отрежествлять это является не философским решением. Почему? Потому что, ну это такое, дело в том, что мы не можем многое объяснить. Во-первых, это еще неизвестно. Мы не можем, многие феномены нашего сознания, именно сознания, то, что мы осознаем, как-то объяснить на нейроуровне. Вот. То есть есть феномен, скажем, покидания сознанием тела. Исследованный, известный, экспериментально доказанный. Вот. Я как бы просто пас, я даже не знаю. Нет, это, значит, два варианта. Сейчас по всему миру проводятся эксперименты с клинической смертью. То есть во большинстве, ну я не знаю, во всех, не во всех, но во многих революционных, на шкафах сверху там лежат картинки. И человек попадает, если вдруг попадется человек в коме, там не в коме, в смысле клинической смертью, и потом он сообщает, что нарисовано на этих картинках. Это доказано, все. То есть это уже без каких-либо... И второй вариант менее, как бы, к которому можно верить, это нетелесное существование, когда проводят эксперименты, человек так же засыпает, либо картинки кладут тоже сверху, и он сообщает, что это нарисовано. Либо есть даже эксперименты, что он в соседнюю комнату должен выйти, посмотреть на случайно генерящуюся картинку, и потом, когда выходит из сна, он должен рассказать. Были даже такие случаи, что когда в нечелесном существовании человек был, то есть это не все могут, да? Он вошел в комнату, котенок дернулся. Котенок вспрыгнул и побежал, то есть он... А отсюда что следует? Вы хотите сказать, что то сознание, которое, как вы говорите, покидает тело, и то сознание, которое мы сейчас говорили, одно и то же сознание, да? Я говорю о том, что есть огромное количество фактов осознания, которые не связаны непосредственно... Вот не голова же летает там, это не голова летает, просто это не это... Это же если сознание, которое, я не знаю, что там покидает тело, может, если оно покидает, а и сознание, которому... Сознание одно. Ну как? Ну одно. Но если человек... Ну почему? Раньше душа покидает, а теперь вы говорите о сознании покидает. И душа одно, и сознание одно. Если человек проснулся и рассказывает, делает отчет, значит, то же самое сознание, а не другое. Это не то, что у него два сознания, и одно сознание рассказало другому сознанию. это одно сознание а мы ждем уже дальше что эксперимент уже даже закончили сказали но эксперимент именно конкретно это да вот вариант ну про про судебную ну я вот сижу и сейчас встану да вот я еще не встаю не встаю и вот я принял решение встать вот мы мое принятие решения то есть я как бы вот мне захотелось вот я захотел палец поднять когда вот я не поднимаю поднял палец вот вот это вот самое мне захотелось мне кажется является ключевым да потому что не знаю сколько раз как бы вот я прихожу в гости вот желание поклацать кнопки у меня не возникает но когда становлюсь экспериментуем когда мне следят в кресло говорят нажимайте вот на кнопку когда вы этого захотите сама установка порождает некую необходимость возникновения этого желания потому что что но при этом есть две кнопки и теперь получается что вот этот самый некий пик который отображается на каком-то аппарате отражающий активность нейронов это есть допустим некая дуга напряжения которая вот в своей самой высокой точке понимать как запускает вот то самое моё как сказать невозможность сопротивляться желания даже да да значит точно так же как чувство голода который есть все правильно все правильно предшествует моему походу в столовую вот однако это никак не доказывает то что у меня нет сознание есть это говорит о свободной воли да нет ничего не свободы будет говорить было не об этом хорошо сказать то что голод пришествует моему желанию пойти не следует что я типа не свободе более того более того если я могу лезть да и завариваться пока рашка этого гола конечно показывает есть и голод является некой физиологической данностью я вы не вызываю по своему желанию точно так же и необходимость нажать кнопку является ну как сказать неким присвоенным извне они порожденным моим собственным желанием а вот когда я сам по своему желанию моделирую некоторые обстоятельства в которых либо там дело одно либо другое совсем самая основная здесь проблема именно в том что это все равно принимает решение человек да но казалось бы по логике причинно-следственных связей что я должен вот я принял решение то это должно отработаться здесь нету сначала мозг наше сознание лишь отражает что там происходит все правильно сначала должно быть мозг на материальном уровне где как-то но неизвестный правильный чтобы оно сначала могу оно же должно материально что конечно конечно вот это и происходит всплеск это по моим пониманиям все было абсолютно правильно вы описали так оно и есть но при этом при этом значит наше сознание сознательное принятие решений является лишь констатации уже совершившегося факта вот например известный эксперимент буритана две капны абсолютно одинаковых допустим одна сена вторая соломой не оба соседей на завтра очень даже вообще вообще все перед этим оба одинаковые вот надо доказать что тот и что тот самый случай когда что-то там мозг принимает какое-то решение что именно действительно что они для него для мозга не одинаково они один сено второй соломы один из чувство сырости того и чувство голода нет здесь ситуация совершенно одинаковые что вот какую-то кнопку нажмешь нет есть скажем было все правильно то есть на материалистическом понимании что действительно скажем ну как бы я тоже меня точно так же которую понимаю что запускается то есть если да допустим было бы так как мыслиться что сначала созна допустим есть некий отдел мозга сознания фиксирующий который сознание да вот работает на сознание допустим его нет это точно допустим да в нем что-то сработало да он дает импульс на двигательную систему двигательная система какая-то задержка и потом нажатие пальца так вот нет то есть вот в этом который фиксирует она позже зафиксируется прежде чем сработает нейроны двигательные но это правильно потому что если было бы не так то было бы так я принял решение при поднять палец и потом он поднимается вот этой задержки не должно быть то есть принять моё создать отражение в сознании принятие решения и поднятие пальцев совпадать без задержки потому что мы своим телом владеем извне на самом деле мы не владеем делом изнутри как нам хочется мы владеем и мы смотрим извне что происходит и владеет поэтому естественно что нейронная на любое действие должно быть некое затрачено нейронный какой-то промежуток потому что поэтому сознание после действия тела происходит сознание сознание после действия да почему потому что мы своим телом научились владеть извне мы научаемся рукой двигать смотря на неё и корректируя другой вариант который вы предложили тоже имеет право на существование тоже я его тоже думал допустим как действует наш мозг он запускает множество возможных вариантов которые я могу сейчас я готов стукнуть по столу стукнуть по креслу встать и кивнуть головой и вот эти все 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 возможные варианты они находятся либо в готовности либо уже запущены и в момент как некоторые из них подавляются а некоторые срабатывают и естественно что они должны быть все на приготовленный на приготовленный поэтому человек готов поймать готов отвернуть голову когда летит камень не принимая решение что вот я сейчас отверну голову голову вот но факт остается фактом что сознание сознание как таковое оно запоздало фиксирует но мозг еще круче делает мозг там подсовывает чтобы ликвидировать это запоздалость вот ликвидировать эту запоздалость потому что если наш мозг сознание фиксирует запоздало вот летит камень до какой-то и то я пытаясь его поймать и получу прежде в лоб или мягче так вот мозг что делает мозг нам не подсовывает не ту картинку нас мозг подсовывает картинку вперед просчитывает то есть производить такие эксперименты значит летит мяч или что-то летит да человек отслеживает это зрением момент когда мяч пролетает от точку стоит вспышка и резко вспышка точно точно синхронизирована с мячом вот маленький скажем мячик и вспышка все эксперт у меня говорят что мяч уже пролетел это место то есть в реальности эксперимент в эксперименте в мяч находится вспышкой мозгу подсовывается что он уже вот здесь то есть мозг подсовывает нам сознание будущее положение мяча то которое как бы за затраченное то время которое прошло отработала и вот в этот работа на время рассчитывая это очень много экспериментов про и было проведено типа на экране медленно вращающиеся картинки вот и показывать испытуем из и в какой-то момент останавливают и спрашивают как о каком положении была последняя картинка все говорят что она была еще на один такт вперед похоже на то что если очень длинный провод растянуть там на несколько километров да то как бы сигнал который оттуда будут посланы он придет с задержкой в эту точку и ну все правильно так же и здесь тело как конечно конечно с какими-то там задержками нет 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 вспышка зарегистрировал в том же месте а мяч был уже в другом здесь именно 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 то что вспышка поскольку она не была приготовлена предуготовлена нашим сознанием возникла в том месте где она была мяч в этом месте в это время находился он уже был в другом месте это говорит о том что наша наш мозг получая информацию о скорости движения мяча перерисовывать картинку так что помещает на фоне неподвижных предметов мяч впереди не сказать ожидаемое событие он просчитывает а неожидаемое а неожидаемое он не просчитывает другие стали проводить эксперименты чтобы убедиться в этом что если скажем вдруг мяч отлетел в сторону неожиданное событие то мозг перерисовывает эту картинку никогда мы не видим что мяч как бы перелетел препятствие а потом как-то вернулся то есть он летит ровно по траектории по неожиданной мозг перерисовывает неожиданные ситуации мозг перерисовывает нам ожидаемые ситуации он нам показывает вперед прогнозируемо чтобы леопард попал на лань именно в том месте где она будет что мы поймали мячик и когда он там подлетит они когда у нас будет уже вот здесь вот а неожиданные события он показывает в том месте в котором она есть то есть сознание запас дыбает всегда относительно зрение относительно реакции данных поступающих на нашим неронам на ней располагается и лица сознание тогда мы тоже нет но это не он была로 твоя versicotte мне появилась Logos стада сознание сознания я не могу понятно что особенно это Parlена knows какой сам annoying Jason это просто сознание без самосознания что то то я не понимаю что что вот я я вот сейчас с ас-а этот вот treat Core 我 quem G angle вся классическая философия есть сознание бесс評 finger Самосознание находится внутри сознания, это не отдельно. Самосознание – это не дополнительный акт. Да, но это не отдельно, не вне где-то. Вот я могу сидеть и трясти ногой. А потом осознать и уже осознанно трясти и продолжать. Та же нога, по-моему, в сознании… Такой момент осознания – это некий дополнительный акт, который действительно… Да, это акт мышления… Это не акт мышления… Скажем, какой-то акт… Это так дополнительно… Как вот есть сознание, а есть самосознание, Да, вот в данном случае, когда мы обсуждаем эту проблему, здесь не идет проблема самосознания… Принятие решения – это проблема самосознания. Почему самосознание? Я принимаю решение – это самое Summal breast. Я вижу вас, это сознательно. Хотя я могу, на самом деле, никаких деталей не видеть, но это сознательный акт, в котором нет самосознательного. А принять решение – это самосознательно. То есть я принимаю решение. Значит, у вас получают два события – сознание и самосознание. Или это одно событие? Сознание – это одно событие? Может быть, в сознании, но тем не менее… Не в самосознании. Например, вы можете играть в теннис сознательно, но не осознавать, что как бы по каждую секунду… Я играю в теннис, я сейчас ударю ракеткой… Так вот поэтому апелляция к какому-то самосознанию здесь вообще… Я не понимаю, о чем речь. Зачем здесь нужно платить? Здесь есть проблема только одна. Есть проблема сознания и самосознания… Давайте дослушаем. Есть проблема нейрофизиологическая. Есть два уровня – сознание и нейрофизиология. Вот два уровня. А то, что там внутри сознание… Сознание привязано к чему-нибудь? Оно как бы в воздухе повысило, что ли? Оно все-таки как бы… Это величайшая проблема современности и всей философии, что мы не знаем, где оно и как. Так вот проблема-то и состоит в том, что проблема, которая здесь обсуждается, первичность некого нейроакта перед сознательным актом, состоит в том, что сознание поместили непонятно куда, и оно вторично. Так его и нет у вас, понимаете? Где оно? Оно же материально должно быть. Сознание нематериально. Так сознанием и есть материаль. Это… Влад, ну это же… Все материально. А, ну если все материально, тогда… Конечно, конечно. Все имеет материальный носитель. Нет, извините. Все материально или все имеет материальный носитель – это две большие разницы. Операционная система компьютерная. Нет. Материальная или нет? Материальная. Конечно. Все материально. Вот и все. Вот понимаешь, все материально. Да. Да. Просто, моя проблема, мне кажется, из-за этого раздвоения следов. Если сознание привязать к своему материальному носителю, тогда станет ясно, что… Да, да. Действительно. То есть, с вашей точки зрения здесь проблем нет. А с точки зрения свободы воли проблема есть? Нету. Свобода из чего? Свободы воли. Как с свободой воли есть проблемы, если действительно то срабатывание, это и есть… Смотрите… Это… Видите бы с проблемой. Вот проблема… Вы говорите… Вот проблема свободы воли была бы, если бы… был бы такой акт, как отказ. Вот, понимаете, принятие решения действительно требует выбора и требует никакого самосознательного акта. А отказ еще не требует. Вот я могу отказать себе все, вплоть до того, что умереть. Понимаете? Это означает, что у меня есть свобода воли. Несмотря на все бурные процессы, которые будут происходить, принятие решений, всеми нейронами, какие только существуют. Понимаете? Я все равно могу это как бы умереть и все. То есть, свобода воли доказывается из отрицания, а не из позитивного акта. То, что возможно без… возможно абсолютно отрицание, доказывает свобода воли. Влад. Вот это отрицание, оно возникает так вот. Действительно, когда я ощутил голод, ощутил голод, я могу отрицать, поесть или не поесть. Но я не ощущаю желание нажать кнопку. Вот у меня появилось желание, а я ее, значит, подавлю. У меня нет, я вот нейтрально сижу, я нейтраю и вот сделал некое движение. Я не сопротивляюсь ничему. Я ничего не отрицаю. То есть, вот мне захотелось почесаться, я почесался. Есть, конечно, вариант, что я ощутил… То есть, два варианта. Не нужно, что действительно мне хочется чесаться, я сопротивляюсь. А вот я просто сидел, сидел, почесался. Так вот, мне показалось, что я сам почесался. А это там сработало за несколько минут раньше, и только рука поднялась, когда вот достигла пика. Нет, ну вот если Анатолий же поправильно говорит, если человек день не кормить, то очень можно легко потом предсказать, что он поест. Правда же? Ну, это когда касается некой физиологии, да. Действительно, которая фиксируется отдельно. Действительно, мы в сознании фиксируем ее. А вот сознание нейронное… Здесь разница в том, что в желудок мы фиксируем сознательно. Мы фиксируем чувство боли, чувство боли, там еще что-то. Но срабатывание нейронов, предшествующее нажатию кнопки, мы не фиксируем. Оно нам не дано никак. Это вне нашего сознания срабатывание нейронов, которые предшествуют. Все шпионы тоже… Да, мы можем уже и отгонять. Отсутствие… Конечно, конечно. Много чего. Что? Отсутствие пищи в 12-ти версии на кишке мы уже не фиксируем? Да, да. Нет, много чего мозг управляет нашим телом вне сознания. То есть мы сознание не фиксируем. Сознание – единственное, что мы чуть-чуть можем фиксировать работу сердца и более-менее уверенно можем фиксировать все дыхание. Вот дыхание, оно фиксируется сознательно. Разница между 12-ти перстной кишкой и желудком и между нейронами, оно есть? Между нейронами или 12-ти перстной кишкой? Скажем так, между кишкой и желудком есть, потому что чувство голода в сознании есть в сознании, а то, что касается нашей печени, кишки, оно в сознании никак не представлено. Йог может. Так вот соответствующее состояние 12-ти перстной кишки, как состояние нейрона, является всего лишь симптоматикой чувства голода. Мы можем понять его по тем смыслам, что человек полно... А, нет, я думал про желудок или кишку. Ну и желудок и кишку. Нет, я имею в виду разницу между желудком и кишкой. Да, то, что у нас не представлено в сознании, и есть некоторые, ну скажем, печень не представлена в сознании, хоть ты тресни, ну кроме боли. Вот. А желудочный тракт представлен, дыхание представлено в сознании, много что представлено в сознании, что мы можем контролировать и ощущать. Но много чего не можем. Но в данном случае, когда речь идет именно о нейронах, нейроны мы не фиксируем в сознании. Давайте про свободу воли ближе. Просто как бы свобода воли на самом деле та, которая у нас есть, она понимается никогда, никогда не понимается позитивно. Она всегда понимается отрицательно. Свобода воли есть вот это вот. Нет. Свобода отрицательности. Да, давайте я приправлю. Во-первых, нужно предварять так, что есть вобще представление о свободе воли. То, что вот это отрицательно, я согласен. То есть здесь это уже философские рассуждения. Изначально мы представляем, что такое свобода воли. Это значит, что я могу выполнить некоторое желание по своей воле, когда я захочу. Нет. Это значит, что я могу отрицать любое желание. Нет. Свобода воли, Влад, Влад. Свобода отрицательности. Почему? В бытовле, вообще вот в человеческой жизни. Мы понимаем, что такое свобода воли. Это тогда, когда я принимаю какое-то решение, исходя вот из своего желания какого-то. То есть выбор вы имеете? Не выбор. Не обязательно выбор. Почему выбор? Просто вот я хочу что-то и я это сделал. Выбор, естественно, что если у меня нет выбора, то я только это и могу сделать. Но выбор даже не обсуждается. Вот есть некая... Ну вот, если у меня свобода сейчас... Владимир, для того, чтобы вы что-то могли сделать, вы должны все остальное не делать. Ну конечно. Была бы. Поэтому свобода есть на самом деле не то, что вы делаете, а то, что вы запретили себе делать. Вы, например, сейчас, условно говоря, хотите попить воды, хотите встать, но вы должны сидеть и докладывать. Понимаете? Вы вот это все отложили, отложили. Но почему? А то, что я сейчас руку поднял, это не моя свободная воля? Ну, как бы, для того, чтобы поднять руку, вы должны были отрицать многие другие события, чтобы... Ну, это банальность. Это банальность. Это не банальность. Нет, Влад, это банальность. Человек идет в ту сторону, потому что не идет в другие. Нет. Ну, это же совершенно банальная фраза. Человек сейчас поет, потому что он не... Вы можете только направо, налево подрулить, либо нажать на то. Понимаете, вы не можете здесь... Свобода, она должна быть на свободе. Да. Она не может... Наше тело работает, но еще не может... Ну, Влад, ну вот, естественно... Поднять руку, это не свобода. Это рефлекс. Нет. Одно дело, когда у меня сама дернулась, а другое дело, что я сознательно сейчас поднял именно эту, а не эту. Это не важно. Нет. Почему здесь рефлекс никакого? Вы не осознаете. Нет, нет, нет. Рефлекс... Рефлекс... Давайте рефлекс забудем. Рефлекс это, прежде всего, реакция на стену. Любое движение должно быть не осознано. Не в эту сторону. Нет, нет. Вольно. В нас наша ответственность, если посмотрите, она тоже ответственность отрицательная. Нам просто что-то запрещено, и мы как бы себе запрещаем то, что запрещено. Никакой другой ответственности ведь нет. У нас нет ответственности, что ты должен 10 километров пройти. Такой ответственности нет. Есть ответственность, что всегда отрицательно. Не убить, не своровать. Ну человек своровал. Ну так, своровал, это означает, что... Ну значит он свободно принял решение своровать. Нет. А, значит мы его судим не за то, что он своровал, а за то, что он не, 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 не своровал. Или за то, что он своровал в этом магазине, а не с другой стороны улицы. Нет, мы его судим за... Он же мог с другой стороны улицы своровать. Мы судим за то, что он своровал в этом, а не в той стороне улицы. за последствия а не за то что он нарушил это заповедь отрицательную заповедь что нельзя воровать а все мы должны воровать нет иначе когда когда человек принимает решение воровать и не и не воровать это воровательный импульс есть у всех только одних останавливает на другие это было один принял решение воровать а другой принял решение не воровать нет так в каком случае вас по свободной а другой не свободны вот один предположительно 11 но и не просто не воровал а принял решение вот принял решение не воровать а другой принял решение воровать по вашему у одного есть свобода воли который не принял чего оба свободны А почему это отрицание? Ну, потому что свободу воли именно в отрицании проявляется. Влад, вы повторяете одну и ту же фразу, я не могу понять, почему. Почему отрицание? Почему отрицание? Потому что процесс не мы запустили. Все процессы, которые в организме существуют, не мы запустили. Не мы запустили желание это пустить. Да, да, вот, вот. Значит, нет свободы воли. Нет, но мы начали свободу воли отказаться, чтобы сейчас не кушать, не пить и так далее. Почему вы считаете, что некий положительный процесс, запущенный в организме, является детерминированным, а прерывание этого процесса не является детерминированным какой-то чем-то ненейрофизиологически? Ну, почему вдруг, когда у меня, скажем, какое-то физиологическое, что-то ломается в организме, если оно ломается, то это как-то по-другому управляется, чем когда оно идет непосредственно, когда оно прерывается? Ну, я прерывал какой-то физиологический процесс. Вот есть какой-то физиологический процесс, вы его никак не прерываете, он как-то совершается. Это что, ваша свобода воли, что ли? Нет. Вот я стою, если стою, как бы, я ничего для этого не делаю, там, ну, как-то, сам, Денис, который навестите, что, моя свобода воли здесь стоять, что ли? Нет, все, я, значит, получи, я не вижу, в чем разница, что человек шел, шел, стукнул по столу, он не проявил никакую свободу. Вот, смотрите, я хороший пример нашел, вот, человек пошел, и мы видим, что он своровал, а он что-то взял и унес. Да. Мы его спрашивают, ты что сделал, ты же своровал. Нет, я просто взял, я даже не знал, он даже не знал, что это воровал. А, нет, это, 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 нет, подождите, а вот, как бы, тот человек, который своровал, он, на самом деле, как бы, двойное действие совершает, он не просто, как бы, что-то берет и несет, он, на самом деле, знает, что... Он прервал естественный процесс у всех людей воровать. Нет, он прервал процесс, запрещающий ему воровать, который он знает, и запустил... Это не процесс, запрещение, это не процесс, как вы только что сказали, что есть позитивные процессы, значит, у нас у всех есть позитивные процессы воровать. У него есть... А, тот, кто... Что такое осознание запрета? Это означает, как бы, что у него с самого начала, как бы, есть запрет на воровство, он это понимает, Он как бы перешагнул и пошел дальше. Но все-таки давайте вернемся. Вот я свободен поднимать руку, когда я захочу или нет? Свободен. Свободен, да? Да. А опыты Либиды показывают, что не свободен, что... Опыты Либиды на некой антологии, по которой вы говорили, у них сознание висит непонятно где. Но я считаю, что сознание материальное. И тогда все проблем нет. Ну, а, ну то и нет... Ну, он интересный такой. Вот смотрите, наука занимается. Давайте к этому Либиду скажем, а где сознание? Что это такое? Вот он просто сначала объяснит, что такое сознание. А зачем? Нет, зачем мы объяснят? Ну, как можно различить на самом деле мозг и сознание? Конечно, можно. Ну, да. Сознание где находится? Мозг это материальное. Вот такой... Как вы можете... Подожди, как вы можете... Вот есть, допустим, понятие там бытие, как бы... А есть стул? Как вы их вместе поставите и сравните? Мне интересно просто. Вот просто рядом поставить и измерить. Вот здесь столько-то длина, а там столько-то длина. Вот ваш подход. Нет. У вас сознание висит непонятно где. Нет, 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 нет. Как же вести сознание на материальный уровень и на материальном уровне сравнить? Нет, Булат. Есть вполне четко формулируемая научная проблема. Совершенно однозначная. Есть события. Есть события в моем сознании? Есть события в моем сознании. Это, скажем, есть некий глюк. Есть нечто еще. Все, что может... У нас общие события в неофиге. И есть события в нервно-физиологическом. Это есть события. То есть, считалось... Более, как сказать, мой глюк... Считалось, считалось, что... Эти события... И считается, как вы считаете, что эти события совпадают. Нет. Причем не смотрим, не они... Есть и коротко задержки, естественно. Просто то событие, которое... Это считается, якобы, перед, оно и есть. То мое решение. Принятие. Но почему два события разных, да? Так вот и почему они разные? Есть событие, которое принятие решения, есть осознание своего принятия решения. Я же сказал, много раз говорю, что есть сознание, есть самосознание. Есть сознание... Я не понимаю, как вы различаете. Есть событие принятия решения... Ну, я что-то увидел и осознал, что увидел. Это разные события. Мелькнуло что-то, как бы... Я увидел и осознал, так что-то было. Как странно. Сначала я увидел птичку, а потом я осознал, что увидел птичку. Нет. Это два события разных... Сначала мы увидели. Сначала просто что-то... Я говорю еще, я говорю, что события увидел, увидел, все правильно, со стрелой, я увидел что-то, а потом осознал, что это птичка, два события, но оба в сознании, но не иметь никакого нейрона к нейронам, или ваш теннис, опять же, многие другие события, как происходит, как возможно, давайте мы по десятому кругу здесь, одно и то же уже обсуждаем, вы спросите, как возможно, как возможно, вот и опыт, показывай, что возможно, как.